Рада вас приветствовать! Марафон выход есть за пределами психосоматики. День 4. Сфера другие. Сфера другие у нас формируется еще в самом глубоком детстве, когда мы с вами наблюдаем и начинаем оценивать, как общаются наши самые близкие родственники, которые нас окружают. Это мамы, папы, бабушки, дедушки, братья, сестры, ну или лица, которые их замещают в нашей нуклеарной семье, в нашей ячейке. И самое главное, как они общаются с социумом. В результате мы из этого всего многообразного опыта формируем очень такую серьезную базу, сферу контактов, которая нам позволяет либо использовать, либо отказываться от ресурсов, которые могут быть взяты из отношений с другими людьми. И если бы мы утрировали очень сильно, то мы бы сказали, что в основе будут лежать два направления. Первое направление – это контакт с другим человеком безопасен и может обогатить меня, я могу на него опираться. Либо же второе противоположное – контакт с другими людьми для меня опасен и может меня разрушить, и мне важно от него защищаться. Ну и конечно же вы понимаете, что эти два постулата формируют наше взаимоотношение с миром. И зачастую это создает между мной и другим человеком огромную пропасть. Вот смотрите, что включает отношения с другими? Это осознавание себя рядом с другим, то есть как этот человек на меня влияет и как я влияю на него. Там же формируется восприятие и способы находиться или отсутствовать в семейных отношениях, дружеских отношениях, женско-мужских отношениях, коллективных, рабочих. Ну как бы либо вообще погружаться в гущу и быть своим везде, как рыба в воде, либо же всех держать на расстоянии. Ну еще бывает такое избирательное отношение, этих допускаю, этих не допускаю, но уже это вариации. Осознавание и расширение тут же субъективных способов проявления любви тоже закладывается. Страх, либо агрессия, либо конфликтное переживание, то, как ко мне относятся другие. Либо же возможность поддерживать границы своей целостности, оставаясь в контакте. То есть неважно, что происходит за пределами, я про себя все знаю и беру то, что для меня конструктивно, то, что для меня важно. Если же между мной и другим человеком огромная пропасть, эта пропасть состоит из тех мыслей, убеждений, реакций на другого человека, которые ты испытываешь. И попытка подстроиться под него или подстроить этого человека под себя, ну зачастую она далека от самого эффективного взаимоотношения с другим человеком. Поскольку человек очень много энергии тратит на то, чтобы размышлять и не действовать. Что будет, если я приближусь? Что будет, если я отойду? И чаще всего человек не удосуживается или боится даже спросить это прямо, а просто пытается догадаться, зачем нам нужны эти догадки. Как вы думаете? Да, конечно же, чтобы только получить меньше негатива в свой адрес. Как бы мы ни утверждали, мне все равно, что там обо мне думают другие. Нам все равно важно положить на оценку другого. Либо словами, либо жестами, либо взглядом в конце концов. Которое дает мне послание, что ты правильно действуешь, ты свой, я тебя принимаю. Потому что любой намек на отрицательную оценку или иначе какой-то, да, то есть в зависимости от степени там, от степени, степени проработанности человека, все равно будет затрагивать. Так или иначе. И вот пусть на секунду, но я могу услышать послание, с тобой что-то не так, ты там дефектный, или тебя надо выбросить, да, с тобой вообще общаться не надо. Вот если у меня много инструментов и ресурсов, что я быстро пройду через эту реакцию и не дам пустить ей себе в корни, то не будет основы для создания конфликта, который переместится в тело и тело будет вынуждено его решать. То есть постулат, я точно знаю, я окей, ты окей. Вот просто мы пока не услышали друг друга, это да, этот момент. Но и он ко мне хорошо относится, я к нему хорошо отношусь, и мы просто пытаемся прояснить какие-то позиции для себя. При этом каждый может остаться на своей позиции. Понятно, да? Почему это не получается зачастую? Почему мы не можем этого себе позволить, вот, думать, что с вами все в порядке и с другим все в порядке? Образ ты, вот ты такой, он же закладывается откуда? Из взаимоотношений родителей первое, да? То есть как взаимодействовали между собой на различных уровнях вот этих. Мужчина-женщина, муж-жена, мама-папа. Вы все это видели, вы все это впитывали. И теперь у вас вот базовый постулат, установка сидеть в голове. Ты такой. Как родители взаимодействовали со старшими, младшими родственниками и со мной? То есть как это проявлялось? Как взаимодействовали ваши преподаватели с другими учениками и со мной? То есть появляется оценочное сравнение, которое, как правило, зачастую не в нашу пользу. Как между собой взаимодействовали мои одноклассники и как они взаимодействовали со мной? То ли я был там, как говорится, первый парень на деревне, то ли я был полный отстой, изгой. И вот то, как мы увидели свои отношения в детстве, я, ты, взгляд со стороны на модель этих отношений, в которых я не был включен, переживание, опыт этих отношений, в которые были включены. То есть я не включен, я со стороны наблюдал, я включен, как я переживал. Вот эти вот все отношения закладывают базовый фундамент отношения того, чтобы общаться с другими безопасно или опасно. Соответственно, близость и любовь тоже могут проявляться в отношениях, да, и как, знаете, как качество, чувство, которые вообще раскрывают вас, раскрывают вашего партнера. Или это просто техническое действие, которое надо поддерживать, чтобы вот, ну, как бы быть своим. Вы также опираетесь на то, что можно ли опираться на других людей при возникновении сложностей? Или мне нужно решать все самому, ни на кого не надеяться? Или вы задаетесь вопросом, а как опираться на других людей, чтобы получить их поддержку? Ну, например, попросить их прямо об этом или устроить истерику? И самое интересное, что эти шаблоны взрослые люди подтягивают из детства до сих пор, а они неэффективны, вы понимаете, да? Так вот, смотрите, как нужно перерабатывать вообще конфликты? У нас есть позитивный способ переработки конфликта, а есть негативный способ переработки конфликта. И, возможно, ну, для кого-то это будет откровение, а-ля секрет. То есть, если до этого момента вы не использовали отношения в качестве шикарного ресурса, да, то это происходило только потому, что вы не осознаете эту сферу и не умеете. Вас просто никто не научил. Давайте вот с другой стороны немножечко взглянем на это и поймете, да, сразу, почему такое происходило. Да просто не было человека, с кого можно было взять эту модель, взять и себе внедрить. Потому что что-то самому сочинять для психики – это очень сложное занятие. А вот когда отношения, контакт передаются из рук в руки, то есть из глаз в глаза, интонации, оттенки, опыт, совместное проживание чего-то, это становится частью вас, поскольку у нас есть зеркальные нейроны, и они нам помогают это, что называется, списать, слезать, как хотите, да, то есть взять вот целиком вот там. Поэтому поговорка существует. Ты мне не рассказывай, ты мне лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Понятно, да? В итоге, вот смотрите, есть улыбка, есть направленность на вас, есть включенность на вас другого человека, а вы не верите. Вот ведь вы сейчас даже меня смотрите, да, и говорите, да, все хорошо, но что-то вас вдруг останавливает. Помните о том, что вы имеете на это право. Но у меня есть право нести то, что я несу вам. Потому что за этим стоит моя реальность. Люди, которые в свое время на разных этапах меня подключали, открывали определенные двери и давали мне этот опыт. И общение с другими – это колоссальный источник энергии. И вот поэтому создаются такие сообщества наподобие наших, да, где мы продолжаем учиться друг у друга. Ведь когда вот ты сам лично меняешься, ну, вот допустим, я не могу удержаться, удержать это в себе и сделать это только моим личным достоянием. Я обязательно хочу поделиться с этим другими людьми. И когда я делюсь, люди это видят, берут, применяют, получают результаты, делятся дальше. Своего рода мы таким образом запускаем, как в том научном эксперименте, эффект сотой обезьяны. То есть состояние безусловной любви, принятие, я окей, ты окей, та же самая, да. То есть оно так продвигается в массы. И каждый из вас может присоединиться, если ему это созвучно. Эффект сотой обезьяны, если кто-то не слышал, на одном из островов Японии, где жили обезьяны, ученые разбрасывали батат, сладкий картофель. И обезьянки с радостью его поедали, но поскольку разбрасывали его очищенный, он мокрый, ну, картошку, представляете, поочистить и бросить в песок, она сразу облепала песчинками и на зубах хрустела. Поскольку это было вкусно, обезьяны, конечно, может быть, и не очень нравилось, но они ели. Ну, вот одну обезьянку ученые научили, или даже я не помню, как это в эксперименте, по-моему, у нее батат упал в воду, и она взяла его, ополоснула, получается, и получила чистый батат, который без песка, с песок не скрипит на зубах. И это ей точно понравилось. Следующий батат уже она точно полоскала в воде, очищала его. И, глядя на нее, другие обезьяны тоже начали повторять эти действия. И в результате уже практически все обезьяны острова полоскали этот батат. Но спустя какое-то время, с удивлением, ученые обнаружили, что обезьяны на других островах, хотя у них не наблюдалось того, кто бы там их научил, или у кого там упал батат в воду, вдруг разом практически стали чистить свои бататы и использовать их в рационе уже очищенными, без песка. Почему это стало возможным? Потому что у обезьян, как и у людей, есть коллективное бессознательное. И вы наблюдали, наверное, это коллективное бессознательное в природе. Простые примеры. Вы видели, как синхронно движутся мальки, ну или просто рыбы в воде. Большая стая рыб, вот таким вот образом, просто, как будто ей кто-то командует, налево или направо одномоментно передвигается. И это коллективное бессознательное, или еще это называют эгрегор. Или как стая птиц летает. Вот синхронно никто не сбивается друг с другом. Как один большой организм, они тоже перемещаются в пространстве, в воздухе. Эгрегор, это такая энергоинформационная структура, которая синхронизирует как животных, так и людей в том числе, или другие организмы по каким-то особым принципам. И в результате, собственно говоря, обезьяны получили этот навык. Другой эксперимент, похоже, был на синичках проведен, как не эксперимент, а наблюдение. То есть молочники Англии приносили бутылки молока и ставили на порог. И синички научились клювиками пробивать фольгу и пить сливки. Вы представьте, вкусный завтрак весьма такой для синичек. И затем буквально не только синички этой улицы, а синицы практически по всему острову, стали пробивать крышечки и тоже пить молоко. Но самое интересное, и этот феномен остался в их генетике. Наступили времена войны, и уже никто не ставил бутылки с молоком. А прошло там, по-моему, сколько, 5 лет у нас, да? Вот война шла. И после этого поколение синиц уже сменилось. Но самое интересное, этот навык остался в Игрегоре как информационный след. То есть эти синицы заложили этот навык. И когда молочники возобновили поставку молока с крышечками из фольги, синички тут же радостно начали опять завтракать утренним свежим молоком. Вот так работает Игрегор. Соответственно, если вы нарабатываете, мы с вами нарабатываем эти навыки, чем большее количество людей будет овладевать этими знаниями, тем быстрее это будет распространяться, в первую очередь, в вашей семье, в вашей родовой структуре, а потом и пойдет за пределы. Вот таким образом, делая хорошо себе, мы делаем миссию как бы хорошо всем людям. Какие позитивные способы переработки конфликта? Ну смотрите, полярности и крайности в отношениях приводят к чему? В апатии, в вине, жертвенности, борьбе, эстеду, агрессии, вожделении, полнейшей изоляции. Ну скажите, не очень хороший вариант. Если же мы продуктивную эмоциональную связь устанавливаем, у нас доберие, глубина, честность, смелость, принятие, формируется так называемое понятие стай. Установление психологических и физических границ между мной и другим, видите тоже, позитивные качества, уверенность, уважение к себе, другому, компромисс, складывание отношений, выиграть, выиграть. Если же мы не умеем устанавливать психологические и физиологические границы между собой и другими людьми, куда мы попадаем? Мы попадаем в сценарные, объектные, потребительские отношения. То есть стоять жертвой или насильника, когда нас провоцирует даже быть насильником. То есть это любые отношения, где границы не проявлены или зафиксированы. Вот ты будешь таким, ты будешь там маленьким ребенком, который слушается все время свою маму. И не важно, что тебе там много-много лет, а ты должен проявляться вот так, как тебя видят в этих проявлениях. То есть если в вашем арсенале неэффективные навыки коммуникации, то есть у вас есть желание слить на других, сделать ответственным его, виноватым кого-то другого, только не вас. Если у вас желание промолчать, может пореветь где-то в сторонке, наоборот наорать или обидеться. То есть различные варианты манипуляции в отношениях, в коммуникации, то это неэффективно. И вы понимаете, что вам надо осваивать, развивать совершенно другие навыки эффективной коммуникации. Когда вы залипаете в этой сфере, то у вас что происходит? Фиксации различные. Он меня не любит, он меня прессует, он такой-сякой. Предрассудки, стереотипы. То есть все вот такие, вот они вот такие. Фанатизм. То есть где-то что-то, вот свято верить во что-то, упереться и не быть гибким где-то, да, не слышать другую точку мнения. В результате не вступать в диалог, находиться в конфронтации. Дальше. Либо слабость суждений. То есть вы принимаете либо все на веру, либо даже просто не отстаиваете своей позиции, просто не приводите аргументы, не умеете входить в дискуссию, в обсуждение. То есть в споре заранее сразу проигрываете. А вы либо боитесь правды, да, то есть если кто-то что-то как-то что-то услышит, вот, и про вас скроется правда внутренняя, неважно какого качества, у вас, значит, соответственно, идет фиксация. Или чувство ненависти. Вот заранее вы уже всех ненавидите. И это неэффективное общение. То есть это болезнь, да, фактически, коммуникационная сфера. Затем чувство безысходности. Оно буквально тотальное, оно на органическом уровне. Это зачастую признак проявления клинической депрессии. У нас идет еще какой параметр неэффективных коммуникаций. Чувство вины и стыда. Я что-то сделал не так. Откуда оно берется? Ну, родители очень часто нами манипулируют этими двумя параметрами. Вино и стыдом. Мы всегда без вины виноваты. И всегда заведомо что-то делаем постыдное. То есть родители предпочитают не входить с нами в диалог, а предпочитают нас, скажем так, держать на коротком поводке при помощи этих эмоций. Ну, либо, значит, мы про себя типа уже все знаем. И кто? Мы сразу про себя решили, что я посредственность. Ну, и, соответственно, мы не проявляем своих талантов. Мы о них даже не знаем. И мы считаем искренне, что вот, ну, ну, а что? Я среднестатистический, а может быть, даже хуже среднестатистического обычный человек. Ничем не интересен. То есть не развивайте свои таланты. У нас иррациональные установки. То есть либо завышенное самомнение, либо паранойя, либо еще чего-то. Микротравмы у нас образуются в сфере отношений достаточно часто с тем, в тех аспектах, где мы сталкиваемся с ощутимым таким напряжением в моменте замешательства. Как меня слышат? И слышат ли вообще? Что обо мне думают? Любят ли вообще меня? Как я могу объяснить что-то другому человеку? Как я слышу другого человека и то, что он мне объясняет? Нет ли у меня сразу сопротивления или желания там сжаться или что-то? Вот какой способ сотрудничества и взаимодействия следует выбрать, например, любовь, борьба, конфликт. И мы каждый раз вот в этом состоянии выбора. И вот микротравма каждый раз возникает, когда я почувствовала на языке и в теле относительно другого сказать, подойти, отодвинуть, отвернуться, спрятаться. И вот это чувство прервалось и не превратилось в контакт. Я этого не сделал. Это осталось во мне таким, знаете, шлейфом, следом, как хотите, назовите. И, конечно, трудно себе представить, что каждое наше желание относительно другого должно стать каким-то контактом. Ну, например, иду я по улице, вижу какого-то прекрасного принца на белом камне. Он мне так нравится, я сразу бегу на его коня и, значит, скачу с ним. Нет, конечно же, не про это. Но вот если я подумаю, да, ну, как такой, да, на белом коне вообще обратить на меня внимание? Вот, наверное, с кем было бы там прекрасно там провести какие-то часы любви, да? Вот, или все мужчины там, козлы, неважно, что на белых лошадях. Или, ой, опять я думаю о чем-то таком, о запретном, я нехорошая. То есть вы понимаете, это что? Это послание родительские и наши собственные установки начинают что? Звенеть. Звенять микротравмами. И вот тогда, конечно, я травмируюсь. Вот это микро, а может быть даже макро, мы себе самые специалисты можем и посерьезнее нанести ущербик. Как это проявляется? Тело поджалось, дыхание остановилось, глазки в пол, может быть даже остекленели у некоторых, щеки гореть начинают. То есть психосоматика рулит в полный рост, понимаете, да? Ну, допустим, увидела я этого принца на белом коне, почувствовала к нему неизнаймоверную любовь. И что если я сделаю? Если я приму эту любовь себе, если я спокойно посмотрю, полюбуюсь этим человеком, как он гранциозно сидит на своем коне, может даже улыбнусь ему, да? Просто потому, что мне приятно чувствовать себя женщиной. И вот этот человек, а может и его конь, подарил мне это ощущение, понимаете, да? Вот просто от того, что я увидел гармоничную картинку, и мне стало гармонично. Все, контакт соединился, я позволила этому чувству, что сделать? Войти в себя травмы нет. А если бы я, понимаете, да, запретила себе, я не такая, я жду трамвая, вообще не достойна взгляда таких вот лошадей, и тем более принцев, вы понимаете, вот эта вот микротравма является. То, что мы себе запрещаем, то, что мы себя считаем недостойными. Как гармонизацию произвести эту сферу? Нам нужно улучшить способности сохранения психологических и телесных границ контакта. То есть помним, я окей, со мной все хорошо, и с ним все хорошо. Нам нужно улучшить способности управления собственной энергией, чтобы вот при малейшем там воздействии мы с вами в улитку не сворачивались и никуда-то не улетали обесточенные. Нам нужно работать в отношении родителей, то есть ими примиряться, даже может быть... Вы знаете, прощение родителей, это не совсем корректно, их прощать не за что, по большому счету. Нужно простить себя, что ты так долго не мог отпустить свои детские какие-то иллюзии. Почему? Ну, потому что мы, по большому счету, сами заказали себе этот сценарий развития отношений. И мы уже давно выросли, а до сих пор находимся в каких-то детских обидках. Поэтому нужно работать с проекциями, родительскими в том числе, с незавершенными отношениями. Для всего этого есть определенные инструменты. Нужно работать с ограничивающим убеждением. Да-да, вы уже выросли, вы не тот маленький трех-пятилетний ребенок. Вы давно обладаете очень большим, ну, скажем так, бэкграундом новым, который говорит, ты уже большой, ты можешь, ты справишься. Но мы отчаянно отмахиваемся от этих фактов. Мы должны обладевать базовыми навыками продуктивной коммуникации, так, чтобы можно было любой вопрос прояснять просто вопросом и ответом, а не каким-то там, каким-то жестким форматом. Мы должны развивать ассертивность. Ассертивность – это навыки уверенности в себе. И вот те люди, которые уже давно у нас в различных наших курсах и проектах, они вам скажут, что они очень эффективно соединяют и прям буквально, знаете, как ожерелье, вот ожерелье этой свободы, нанизывают очень много мастер-классов и интенсивов, поскольку каждый из таких маленьких включений в себя дает очень большой эффект, результат. Поскольку в каждом из наших продуктов есть очень серьезная смысловая составляющая, которая развивает вас новым путем и ведет вас к состоянию постоянного поддержания, собственного интегрированного состояния, то есть состояния целостности. Вы вдруг какую-то грань себя раскрываете, все больше понимаете, принимаете себя и начинаете опираться на себя, поскольку именно только в вас присутствовать может вот это балансное состояние. Знаете, это как она-то ходит. Я должен чувствовать, что где нахожусь, в каком состоянии, куда перенаправить свой вес, маневрировать, чтобы движения оставались главными, грациозными, красивыми, ну и чтобы не сорваться. Если уж говорить, сколько нужно тренироваться для того, чтобы остаться вот в такой форме, если перенести это в сферу как бы духовного и психологичного, скажем так, аспекта нашего развития, то вы понимаете всю жизнь. То есть на катаходе развивает навык, конечно, но поддерживать его надо постоянно. И это нормально, когда вы развиваете свой вот этот дух. Нельзя останавливаться, важно продолжать тренировки. Изучать новые элементы, включать их в свою программу. Поэтому у нас все время создаются новые курсы, фокусные программы. Они позволяют нам не окостенеть, смотреть на этот вопрос с другой стороны, под другим углом. У нас, конечно, есть ведущий проект, метод духовной энергоинтеграции. Кто-то из вас будет идти к нему очень долго, кто-то сразу поверит и просто возьмет и строит это в жизни. И тогда очень интенсивно пойдет развитие. А кто-то будет стоять в стороне и долго смотреть. И вот все фокусные программы работают наши сотни раз быстрее и эффективнее, поскольку работает двойное намерение. Мое как тренера и ваше как создателя вашей жизни. Но если это пока вот у вас есть сомнения, естественно, вы останетесь в стороне. Ну, продолжайте просто свое движение. Пусть маленькими шагами, пусть не такими быстрыми, как вот в проектах. На этом марафоне мы обеспечиваем вас ресурсами. И даже если вы сейчас выберете вариант платного участия с реинтеграциями, практиками на метафорических картах, это очень весомый клад себя. Вот когда пройдете, вы скажете, какой я молодец. Какие еще инструменты у нас есть? У нас есть ДИ, ДИ, ДИ-2, путь к себе, чакральный путь. Это мастер-классы различные, реинтеграции различные, курс «Сними маску», мастер-класс «Сила рода», прохождение кризисов, что еще, «Зазеркали отношения», «Избавиться от чувства вины», «Секс-отношения, энергия», «Довлатовка 200». То есть, если говорить о сфере контактов, то флагманские курсы все подстроены на работе в паре. Это вот наша прям, знаете, сильная сторона. Потому что если ты один с собой, это нереально, заглянуть себе на затылок. Вот когда ты в паре, ты общаешься, и вдруг из тебя выходит, или партнер что-то говорит. И вот когда ты отрабатываешь в паре, без другого никак. Тут начинается самое интересное. Мы очень обогащаем друг друга. И вот когда вы идете в эти курсы, у вас наступает эффект, знаете, усиления, синергии, эффект «Вау». И у вас должны быть поддерживающие практики в этом направлении. Сегодня вы их сделаете следующие. То есть вам нужно сделать вопросы для самоисследования. Кому вы испытывали в детстве более сильную привязанность? К отцу, к матери, бабушке, дедушке. Поисследуйте тему, вспоминайте, посмотрите фотографии. Затем посмотрите второй момент. Кто из ваших родителей, воспитателей, уделял вам больше времени? Кто из ваших родителей больше был терпеливее к вам? И, ну, как бы скажем так, или кто легче сдерживался, кто меньше дубасил, да, скажем откровенно. Психологически, физически, неважно. Кто для вас был примером? Поизучайте эту тему. Есть ли у вас ощущение несправедливого отношения к вам в детстве? Например, там, братьев, сестер предпочитали и так далее. Как сейчас вы оцениваете брак ваших родителей? Эталон для вас? Есть там что-то хорошее? Кто из ваших родителей был более общительным? И чем больше вы сейчас для себя обобщите и обозначите, то тем больше вы увидите связи, которые раньше просто не замечали. Мы очень часто находимся просто в крайних полярностях, и мы так для себя решаем. Буду делать так, как делали со мной. Вот всегда буду уделять время своему ребенку, как моя мама делает. Или буду делать противоположно тому, что со мной делали. Всегда. Или буду делать, ну, как, допустим, меня били, я своего ребенка бить не буду. Никогда. И в итоге мы получаем схемы движений. Черные, белые. И куда мне, да? Но между этими двумя цветами есть очень много оттенков серого. Или даже цветного. Про это не стоит забывать. Последуйте эту сферу, хорошо? Еще, контакт с другими. Мы опять пишем письмо. Из ответов на предыдущие вопросы вы делите трех человек, которым вы могли бы поблагодарить за то, чему они вас научили в жизни, в отношениях. Вот сядьте прям, не торопитесь. Пусть посвятите этому достаточное количество времени. Напишите письмо того объема, которое вы хотели, да? И перечислите, в чем этот человек вас одарил, чему научил. Вот с высоты ваших прожитых лет. Раньше вы это воспринимали как-то по-другому. Сейчас что-то стронулось. Сейчас вы более многогранны, способны оценить тот вклад, который сделал ваш человек. Может сначала показать только плохое. Нет, за каждым плохым, на первый взгляд, может быть очень много хорошего. При желании вы можете сделать аналогичную работу с поздним возрастом, с моментом, когда вы были подростком. Далее, что вы еще можете сделать? Трансформация с пластилином. Возьмите пластилин, слепите из него тех, кто внес негативный вклад в ваше восприятие отношений. Это могут быть настоящие фигурки, а может быть условный шар, куб, пирамидка, то есть может человечка вылепить. И трансформируйте эту фигуру желаемым образом. Разомните, раскатайте, измените визуально, проговорите то, что не могли, проговорить реально этому человеку. Может даже умер он, уже его нет в живых. Но у вас они высказаны есть. И делайте это до тех пор, пока не чувствуете внутри состояние какого-то, знаете, изменения точно, а может быть даже освобождения. Вот когда вы ситуацию человека отпустили, выдохнули. Может раскатайте его в целиком и заново слепите новенького. После этого отработанный пластилин, он будет накачан негативными эмоциями. Утилизируйте. Хотите выкопайте, закопайте, да хотите, выбросите куда-нибудь. Что-нибудь сделайте с ним. Почувствуйте, как изменится ваше ощущение тела в том числе. Ну и остальных я буду приглашать на реинтеграцию. А с остальными, кто у нас не приобрел реинтеграции, жду вас на следующую встречу. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова